Девушки отдыхают Как сразу видно богатых людей, у которых были трансатлантические перелеты И сбои биоритмов, все правильно, Маша Маша знает даже расшифровку слова jet lag Настолько часто ты летачная, да? У нас сегодня в гостях наш добрый талисман Маша Цуканова, главный редактор журнала Vogue Ничего, что я тебя талисманом нужен? Да? Хорошо У меня сегодня проблемы с памятью, поэтому угадайте, что у меня в кармане Запечатанный конверт с шутками Я только что вернулся из Кубы Потому что на Кубу мы полетели, с Кубой мы вернулись Я очень мечтал туда попасть, мне было там два года, это был мой первый раз, когда я два года назад туда попал И все это время мне так хотелось снова окунуться в эту атмосферу кубинскую, праздничную, веселую, что я сидел в нашем киевском баре Бодегита, значит, пил мохито, дайкири Я подумал, что если бы я все эти деньги, которые я там, значит, оставил, собирал, а не тратил Я бы поехал на Кубу гораздо раньше, чем через два года Вообще, говорят, что Куба это страна очень бедная, это действительно правда, люди живут там очень бедно Средняя зарплата на Кубе 20 долларов Плюс... что? В месяц, да, в месяц, не в день В месяц Так, это не так надо баскать Средняя зарплата на Кубе в месяц 20 долларов Плюс продовольственная... вот, правильная реакция Плюс продовольственная карточка Думаю, что многие из вас не знают, что такое продовольственная карточка, и слава богу И поэтому, ну, самый большой парадокс на Кубе, что тебе там нужно с такой бедностью очень много денег Очень много денег, ну, страшно много денег И когда я садился в такси и платил за такси 10 куков, то есть это 10 долларов, там, один к одному Я чувствовал себя каким-то капиталистическим уродом Я представлял себе, как я сажусь в такси в Киеве И таксист мне говорит сумму, которая равна половине моей зарплаты 30 долларов И я такой ему, конечно Пожалуйста И я понимаю, какими глазами, наверное, смотрит на меня этот человек, этот таксист Который получает от меня за поездку в 5 километров 10 половину его зарплаты Но самое обидное, что он не получает ничего с этих денег Потому что такси и вообще все на Кубе государственное И самое странное, что случилось со мной на Кубе в этот раз Ну и в прошлый раз Я сидел и отдыхал в государственном баре В Кубе это весело Каким-то образом Но если бы в Украине были государственные пары Кто-то себе представил этот бар Значит, как я его себе представляю А вы подумайте, как вы Значит, я думаю, там будет такой коридор Душный коридор Очень душный Коридор в одну единственную дверь В которой будет сидеть один единственный официант Люди будут стоять в этой очереди 3-4 часа И потом, когда они наконец-то зайдут в этот кабинет прокуренный В руках у них будет такой маленький пакетик Ну, чтобы заказать что-то, да? У них будет маленький пакетик с коньячком, шоколадкой Он подарит его официанту Закажет свой мохито Может быть, через 3-4 дня Если вам повезет Вы получите свой мохито Ну, он, конечно, будет на 50% уже спешен Я давно уже не матерился на сцене У нас вообще даже первый раз за шоу был мат, да? Нет? Я же говорю, я упал с мопеда Значит, в общем, очень дорого на Кубе И я не рассчитал количество денег И потом моя зарплата 30 долларов, да? И я, естественно, занимал кучу денег Кучу денег А занимать деньги очень неприятно И более того Я это не умею делать Ну, очень не люблю и очень не умею Потому что попросить, в принципе, можно о чем угодно человека Ну, если это не касается денег Потому что просьбу всегда можно из унизительного такого А можно... Можешь мне дать? Можно превратить ее... А давай вместе поедем с тобой Ну, например, на рыбалку Я хочу попросить кого-то Вместо того, чтобы поехали со мной на рыбалку И там, слышишь, иди сам сиди возле реки Можешь сказать, а давай поедем на рыбалку Там горная река Мы будем ловить форель Потом будем ее есть Прямо там жарить У нас будет бутылочка ламбруско Давай И как бы это... Понимаете разницу, да, между... А можешь дать? И... А давай Но вот если ты берешь в долг То это не прокатывает Потому что ты не можешь сказать человеку А давай Я займу у тебя денег Я поеду на кур Я буду там кататься на лодках Я буду там рыбачить на 100 килограммов марлинов Я буду пить дайкири А ты будешь на пазняках Давай В общем, просить деньги довольно сложно Вот давать деньги гораздо легче Это можно сделать Потому что ты чувствуешь Ну ты хочешь помочь тебе из жалости Ты можешь сделать это из чувства такого превосходства Собственной успешности Но все это довольно-таки грешные чувства Поэтому мне кажется, что давать деньги взаимы грешно Я не даю деньги Взаимы Но вот брать не грешно И у меня здесь небольшой такой, ну... Религиозный коллапс в голове Вот Америка Это же самый большой... Да это Данилы хлопают Мы бы не останавливаться Вот, например Вот подумайте Америка Самая мощная, как мы привыкли думать Страна в мире Самая богатая страна И самый большой должник Современности Триллионный долг у Америки Ну, знаете, я понял, как надо занимать Изучая то, как занимает Америка Значит, как сделала Америка На часть той суммы Триллионной, которую они заняли Они купили себе Самую большую в мире армию И теперь как бы нельзя подойти А, ты сказал? Реально сказал, не? Нет, или в армию Или уйти в армию? Можно не возвращаться Это хороший метод занять деньги В американскую армию Давайте похлопать Да, 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 все, хватит Значит, вернемся к Кубе Куба — это рай для алкоголиков и курильщиков Значит, Куба — это рай для меня в том числе Потому что коктейли из рома на Кубе Они просто бесподобные Таких нет нигде в мире Табак — это лучший табак в мире Он безопасный Табак детей учат в школе курить На уроках труда У нас тоже У нас тоже? Но это в твоей школе Та школа, после которой сразу в армию идут Они учат в школе курить табак и скручивать сразу сигары делать Он настолько безопасный и полезный там на Кубе Все же курят там Все бабушки курят, дедушки А продолжительность жизни 90 с чем-то лет Потому что он полезный И там даже на пачках пишут Не как у нас, знаете, эти страшные надписи Страшные трупы Это как в Таиланде скоро будет Я был в Таиланде Там на пачке сигарет был нарисован Ну реально, я не знаю, как они там Что не пачка Там какой-то убитый человек У него горло разорвано Как будто львом Я думаю, хера себе он курил Или Это самые странные какие-то мертвецы, у которых поломанные ноги Ну это как надо? Это что надо курить? Автомобиль какой-то, который несется тебе навстречу Ну что, я покурю Они хотят запугать нас И у нас тоже скоро так будет Сейчас уже появились первые мертвецы, по-моему, да? На пачках, нет еще? Значит, на Кубе на картинках цветы нарисованы Цветы, леса, табака И надписи, и надписи такие Знаете, сейчас я даже выписал себе парочку Значит, надписи какие у них Минздрав предупреждает Мы не знаем точно, что вызывает рак Но не курение Еще есть, еще есть надписи Я пособирал Переводил с испанского Ваша сперма? Испортится в любом случае со временем Кстати, я знаю, у нас в зале есть человек, который хорошо знает испанский язык, да? Знает? Есть? Нет? А, ушла уже, да? Классный друг Еще одна надпись есть, самая самая любимая Беременность — это подарок божий Что такое? Кто первый напился, давайте, поднимите руку А, вот три человека Первый — золото, серебро и бронза Четвертое место не награждается Поаплодируем нашим победителям сегодняшим Ну, правда, на самом деле, когда ты куришь кубинский табак, ты чувствуешь разницу между табаком и тем, что мы курим Потому что мы с вами курим селитру, какие-то красители Мне кажется, совсем скоро они додумаются, что можно же, значит, мусор Просто мусор городской, у нас же проблема с этим Передавать, значит, на табачные фабрики Они будут там это все заливать Табачком, значит, запахом табака поливать И все равно будем это курить И мы будем все с вами 20 миллионов мусоросжигательных заводов Я когда-то жил, кстати, возле мусоросжигательного завода на Харьковской Чувак очень сильно курил Вот, и что еще я хотел сказать? Я не хотел сказать, я читаю все, я ничего не помню Да, еще про курение Про курение, на Кубе же можно везде курить еще, кроме того Везде Можно курить в госпитале В больнице Можно курить в роддоме Ты можешь курить где угодно Я вышел из самолета И я был в шоке Потому что первое, что я увидел на Кубе Это значит, на этой ленте приема багажа Получение багажа Все начали курить Все начали курить Один за другим так робко Приезжают итальянцы, европейцы Они выходят из гейта У них трясутся руки Десятичасовой перелет, как бы очень курить хочется И тут эти тридцатиминутные еще ожидания, пока багажа А ты уже видишь, там улица, окно Ты хочешь пойти выкурить свою чертову сигарету Ты должен ждать И вот они тоже робко Какой-то кубинец местный закурил И они тоже так А можно действительно? Мы можем здесь курить? Ни пепельниц, ничего И в этот момент, когда я закурил в аэропорту В этом месте Я подумал, вот он Старый добрый мир Старый добрый мир Где можно курить где угодно Где можно пить когда угодно Потому что у нас, если утром Тебя кто-то увидит там с коктейлем В одиннадцать часов То как бы уже алкаш А на кубе как бы девятиклассник нормальный Я вообще не очень большой любитель современного мира Юного и злого, да? Старый добрый, юный злой Я больше люблю старый добрый И мир будущего Мне кажется, что в будущем Все будет немножко по-другому Но мне не очень нравится современный мир Мне не очень нравится, что У нас в этом мире не сочетаются Алкоголь, курение Со здоровым образом жизни Ну там, со спортом Так раньше не было Хемингуэй, он спокойно мог выпить С 14 дайкири, потом в теннис играть Более того, профессиональные футболисты Нынешние не согласны с этой концепцией Не согласны с концепцией Что нельзя и то, и другое Да, воображаемый мною Артем Милевский в этом зале? Что, что? В Италии? Ты думаешь, он в Италии? Я недавно читал новости Он в Мозамбике сейчас И не в отпуске На работе Не потому что хури не пьет Я знаю много футболистов, которые хурят и пьют И которые прекрасно играют Ну ладно, не об этом Я не очень люблю И очень скучаю Я не очень современный мир люблю И очень скучаю по старому доброму миру Которую я так полюбил в книжках Которую я читал в детстве В этих книжках можно И считалось правильным рыбачить На 100 килограммовых рыб Это считалось мужским занятием Женщины имели такой бледный Цвет кожи Немножко будто туберкулезом Заболевший человек Это очень меня возбуждает до сих пор А современные женщины Они не любят быть бледными Они хотят быть смуглыми Загоревшими Они всегда загорают Ты, блядь, идешь В январе по Киеву Снег вот так вот тебе лежит А она идет коричневая Где ты загорела? Где? На пляже На каком пляже? Бора-бора Нет, в смысле в солярии, конечно Какой бора-бора в январе В смысле киевский бора-бора Я не был бора-бора там Значит Что я по этому поводу думаю И что я занес в свои записи Перед тем, как выйти на сцену Значит, да Женщины не Я читаю Не бледнолицые А, вот Почему? Раньше же считалось, что Раньше считалось Очень модным иметь Бледный цвет кожи Потому что я рискну предположить А риск в этот раз будет Особенно Высоким Потому что у нас Сегодня И что мне очень приятно Разного цвета кожи люди Я хочу, чтобы мы Тебя тоже попресли Как тебя зовут Иди сюда Я Влад Влад Тогда я спокоен, Влад Можно я Правда, я хотел бы Если тебе удобно Я хочу сейчас прочитать Несколько шуток От света кожи И я думаю Если ты будешь стоять здесь Ты как бы Поддержишь Что я же Не какой-то чертов Расист, правда? Ну вот Значит, смотри Что я написал Значит, вот что я считаю Вот Вы знаете, что сто лет назад Было модным быть бледнолицами И я рискну предположить Что это потому, что Так, европеец Был Больше похож на кого-то другого Но не на своего Часто очень темнокожего повара И И сейчас В мире, в котором Как бы нет уже рабства Да? Ха-ха-ха А поваром стал Дима Борисов Я написал Я не помню, что я написал Нужно быть похожим На Риану и Джей-Зи И, конечно же Появляется эта мода на загар Так я думаю Это моя версия Как ты думаешь? Ну, ко мне Обычно девушки подходят Смотри, а скоро как Ты буду Вот, видишь? Я просто подметил Я не даю никакую оценку Я просто подметил Как поменялись наши вкусы Спасибо большое, Влад Спасибо большое Ты облегчил мне задачу сейчас Это, кстати, про рабство Про рабство Как мало нам надо для счастья Я подумал Вот сейчас вроде как нет рабства Но оно-то есть Человеку достаточно, чтобы его не называли рабом Человеку достаточно, чтобы его не называли так Как ему кажется Будет оскорбительно Значит, ты нерадный менеджер Дорогой Я так это представляю Дорогой менеджер По камням Не мог бы ты Переадресовать эти Восьмитонные Камни На вершину пирамиды Которую мы строим Согласно миссии нашей компании Счастье и свобода во всем мире Доброта Твой дорогой генеральный менеджер А и про Кубу еще Скорее менеджер по работе с менеджерами По камням Как скажешь Да, ну и Еще про рабов И Кубу Куба, кстати, свободная страна По свободнее нашей Наверное, это не как Северная Корея Ты можешь там ездить спокойно На машине Изучать Про других рабов Мы жили Так случилось, что мы жили В гостинице какое-то время В гостинице All Inclusive И вот это тюрьма Это тюрьма Или Второе название, которое я хотел сказать Когда я подобрал Это санаторий с бухлом Потому что Вдумайтесь Никакой разницы Это старое изобретение В Советском Союзе Значит, ты покупаешь путевочку Ты приезжаешь в санаторий У тебя есть бесплатная лодочка Бесплатный домик Бесплатные три раза питания еды Бесплатные процедурки И ты себе живешь Но только нет алкоголя Потому что в Советском Союзе Бесплатного алкоголя Хорошо понимали Что нашим людям Нельзя Бухать Бесплатно Нашим людям Вообще ничего нельзя Бесплатно Потому что мы до сих пор Не знаем меры Мы все еще голодны Может быть Наше поколение Уже не так Но в отелях All Inclusive В основном Люди Предыдущих поколений И вот они все еще не знают Этой меры Они живут Будто завтра Их выпишут из гостиницы Так часто случается И Жаня Мы ездили с Мишей просто Нас выписали Спасибо И Но самое страшное Когда они пьют И вот этой меры Ее тоже не хватает В выражении радости Вот если итальянцу хорошо Он сидит себе тихонечко Вину пьет Общается со своим другом Тихо Немцы вообще Невозможно разговорить Если самостоятельно То есть пока ты его не спросишь Он не заговорит Наш человек Русский, украинец Все равно Он приходит И начинает всегда разговор первый И извините меня Он начинает его всегда Со слова ебать Ебать Я махида правда Миславная Ебать А что то океан Или что Ебать Правда океан Ебать Спасибо большое Встретимся еще